Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители! Сейчас я расскажу вам о уникальных грибах-сморчках. Когда-то я уже записывал два целых видео о других грибах, схожих по названию, строчках. Не путайте их. Строчки применяются при лечении суставов. В природе их поедают животные именно для этой цели. Посмотрите те два мои видео. Очень вам рекомендую, чтобы не искали. Дадим по ссылочкам под данным видео. А сейчас речь идёт про сморчки. Это тоже один из первых весенних грибов в лесу. Уже в апреле они есть. Их можно увидеть в смешанных лесах, в широколистанных, в разных. Так вот, грибы эти действительно удивительные. Помните, что все грибы в природе являются лекарствами. Но также помните, что если грибы сварить и сжарить, то лечебные полисахариды и фитонциды, вот эти лечебные грибные препараты, они уничтожаются. Никакого лечебного эффекта не будет. Нам природа как бы говорит ещё и в этом, что люди, что вы делаете? Варите, жарите. Вы же уничтожаете то, что создала природа, или Бог, или Боги, кто во что верит. Но это факт. И мы тем самым действительно сами себе копаем могилу. И давно уже потеряли знание о том, как использовать травы и грибы в лечении любых болезней. Для чего используются сморчки? А это уникальные продукты, которые лечат, восстанавливают зрение человека в том числе. Давайте поподробнее. Как искать сморчки и где они есть, об этом рассказывать я, конечно, не буду. Как они выглядят, вы видите на фотографиях. Они заслуживают особого уважения этой грибы. И вот почему. Профессиональные травники и фунготерапевты знают, потому что они изучали древние, в том числе новгородские берестяные грамоты и свитки, где написано чёрным по белому. А найдены они были, например, под церковью святого Пантелеймона в Новгороде Великом. Так вот, в них был план для монастыря по сбору лекарственных грибов, в том числе чаги, сморчков и других. В этих грамотах, скажем, приведены так рецепты конкретные, как и при каких заболеваниях применяются те или иные грибы. Так вот, сморчки использовались всегда в народе, в Древней Руси, для улучшения зрения. Ими лечили и близорукость, и возрастную дальнозоркость, и катаракты. Кстати, что касается катаракты, чтобы к этому не возвращаться больше, при комбинации лечения сморчками, плюс при использовании мёда, перезимовавшего, именно полностью созревшего, ферментированного, не того, который собирают 2-3 раза в год, или не того, кого по осени собирают, а именно тот мёд, который остаётся, где нет никакого ни сахара, ни химии, ни химических вощин, ни обработки пчёл от клещей, и которые, где полное разнотравие восстановленных лугов, полей и лесов, вот тогда такой мёд, при этих условиях, если он в колодах, а не в рамках, созданных пчёлами, как в природе это есть, и он перезимовал, его небольшое количество оставшееся к маю уже следующего года, являются лечебным, и растворяя в дистиллированной воде определённым способом этот мёд, закапывая в глаза, проходит даже катаракта. Как закапывать, что у меня есть под вот этим мёдом, так называемым майским, вернее, перезимовавшим на моём сайте nadgar.ru в каталоге, где этот мёд мы продаём, поставляем. Слушайте про лечение с марчками дальше. Значит, понятно, что раньше никаких очков не было, их изобрели ещё не так давно, и люди пытались искать варианты лечения, зрения, восстановления, это же было жизненно важно, хорошее зрение иметь. И вот, например, настоятель мужского монастыря в тех же грамотах один писал, что сам принимал настойку с марчков, и настоятель рекомендовал это всем монахам и послушникам. Так вот, в наше время, да, они уже оказались в качестве кулинарных блюд на нашем столе, ну и древние знания были забыты, извращены, и потому уже они не являются лечебными. Но в этих грибах уже современные учёные нашли вещества, которые действительно укрепляют глазные мышцы, но не только это. Также было найдено вещество, которое напрямую действует на хрусталик глаза, помогая ему оставаться прозрачным, это очень важно. Ведь дело в том, что с возрастом, как мы знаем, с течением накопления различных хронических заболеваний он начинает мутнеть, ну и это рано или поздно происходит с большинством людей с возрастом, скажем так. И процесс этот может проходить вяло, неинтенсивно, и вроде незаметно, и человек к этому привыкает. У каждого человека после 40-50 лет есть начальная стадия почти у каждого развития катаракта. Это надо понимать, и вот это как раз гриб, если профилактически раз в год, два раза в год, потреблять курсом по месяцу-два, будет противостоять развитию этого заболевания. Ну, конечно, микрохирургия современная справляется с этой проблемой оперативным путём. Меняет хрусталик на искусственный, ну и так далее. Но это, наверное, всё-таки неправильно, как вам кажется? Не лучше ли природными свойствами уникальных грибов воспользоваться и эти же эффекты получить без всяких операций, без нервов и без всё-таки вреда для здоровья? Это понятно. Вот эти первые опыты со сморчками уже в современной России, Чехословакии, других странах проводиться стали массово в 50-е годы. Потому что разрабатывались разные лекарства, но успешных особо не было. Обратились к истории случайно, но, тем не менее, вспомнили. И старые врачи вспомнили об этом. А ведь лазерные технологии, конечно, высокими темпами развивались. И развивалось удаление замены хрусталика, уничтожение катаракты лазерным скальпелем. Всё понятно. Но людей становилось плохо видящих всё больше. Кардинально ничего не менялось. Обменный биохимический процесс ведь никто не менял. А значит, причины оставались те же, которые приводили к этим проблемам. Значит, эти проблемы и оставались. Да, конечно, очень хорошие советы больше есть черники. Натуральные витамины из фруктов, овощей, особенно из ягод. Это всё правильно. Но всё-таки, тем не менее, профилактика близорукости, которая очень важна. Хотя и включает гимнастику. А я тут, дорогие друзья, конечно, очень советую. Те лекции Владимира Георгиевича Жданова о занятиях, упражнениях на глазодвигательные мышцы, которые снимают очень многие проблемы со зрением. Если человек не будет лениться, будет строго их выполнять. Это старые методики, ещё дореволюционные, которые он фактически воскресил, восстановил, то есть, в широком применении людям дал эту информацию. Они очень полезны. И хорошо их применять совместно с лечебными грибными препаратами, с изменением питания, корректировкой, о которой я скажу чуть позже. И, конечно, водородной водой. Обязательно посмотрите мои лекции по воде, по физико-химическим свойствам воды, по приборам, которые меняют физико-химические свойства воды до клеточного уровня. Самые важные из которых ОВП, окислительный восстановительный потенциал, коэффициент пересонтяжения, наличие молекулярного водорода в воде. Что это такое? Для чего это нужно? Смотрите в моих лекциях, это жизненно важная информация. Ну и под этим видео будут ссылки, которые я рекомендую вам посмотреть. Так вот сейчас, дорогие друзья, создан препарат на основе сморчков, который прошел все клинические испытания, накоплен колоссальный опыт, отзывы клиентов, разумеется, фунготерапии он известен тоже уже несколько десятков лет, по крайней мере в последнее время в мировом опыте. Эффект такой, что у 60% зрение улучшается только благодаря использованию сморчка на 20-30%. Риски катаракты уменьшаются до 80% потенциального развития. И были случаи, и их немало, когда хрусталик глаза светлел и оставался светлым точно даже если, так сказать, уже процессы начинались. Единственным недостатком, скажем, этого препарата являлось необходимое долгое применение, до года. Но тем не менее биодобавка, вот эти сморчки, основанный сейчас уже, современный вот этот препарат, на выжимке действующего вещества одного из полисахаридов, который условно назван FD4, он расфасовывается в капсулы, в упаковке в ванной баночке 60 капсул, и одной упаковке достаточно, ну скажем, для профилактики детей массой до 20-30 кг, а для взрослых сейчас я расскажу, как в идеале применять. Ну, во-первых, профилактика. Детям с 7 лет по 2 капсулы 1 раз в день за 20-30 минут до еды, лучше 2 раза в день, конечно. Курс не менее месяца, лучше 2-3. Что касается лечения возрастной дальнозоркости, по 2 капсулы 2-3 раза в день до еды минут за 20-30, запивая водой. Курс не менее полугода. Ну и лечение близорукости, профилактика катаракты, глаукомы по 2 капсулы 2-3 раза в день. Если 3 раза в день по 2 капсулы, это 3 баночки на месяц. Если, соответственно, 2 капсулы 2 раза в день, то это 2 баночки на 1 месяц. И курс не менее 4-6 месяцев при лечении последних, которые я назвал заболеваний. Что я хочу сказать в этой связи ещё? Во-первых, обязательно посмотрите мои лекции о питании. 9 причин болезни. Учтите все факторы, которые влияют на нездоровье, влияют на возникновение болезней. Чем больше факторов вредных мы уберём в своей жизни, тем ближе мы будем к выздоровлению в любых болезнях, при любых причинах и следствиях. Надо убрать первопричины, поэтому меняйте неадекватное, неправильное, неестественное, нечеловеческое питание на видовое питание, которое идеальное, конечно, являются плоды для нас, потому что мы плодоядные существа. И тем не менее, не буду сейчас об этом говорить, посмотрите мои вводные лекции, хотя бы вот эту 9 причин. Далее. Больше потребляйте зелень. Особенно вводите в рацион обязательно дикую спирулину, вводите обязательно сок проростка пшеницы. Хорошо, что он сейчас есть ещё в таблетированном виде. Вводите обязательно в рацион фокус, который я рекомендую потреблять любому человеку, чтобы избежать дефицита микро- и макроэлементов всех, которые в нём находятся. Только в гелевой форме натив фокус содержится в хилатной органической ионной водорастворимой форме. Посмотрите моё 10-минутное вводное видео о фокусе и обязательно видео с доктором наук Совой, который мы снимали в Наукограде Пущино. Обязательно посмотрите. Если вы сочтёте это нужным, то можете приобрести непосредственно у нас все эти препараты, эти добавки, и ещё эти концентраты полезных природных веществ, натуральных, разумеется. Ну вот, собственно, всё, что я хотел вам сказать про этот гриб. Я уже снимал видео, и я надеюсь, вы смотрели про уникальный гриб Дождевик, про его свойства. Посмотрите, кто не смотрел, удивитесь наверняка даже те, кто что-то о нём слышал. Ну и будут дальнейшие видео о грибах. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на Ютубе, ставьте пальчик вверх. Ну и, конечно, если вы подписываетесь, то колокольчик не забудьте поставить, чтобы вы просто не забывали получать уведомления о выходе новых моих видео. Ну а также подпишитесь, если сочтёте нужным, на сайт nadgar.ru по продуктам и на ufralov.blog по разным темам мой главный сайт. Будете получать уведомления о выходе новых каких-то технологий, товаров, приборов, ну и так далее. Делитесь этим видео и другими в соцсетях, и напишите, интересно ли вам услышать о свойствах лечебных, о их применении других каких-то грибов, грибных препаратов. В завершении хочу сказать, что помните, строчки и сморчки являются ядовитыми условно, или полуядовитыми грибами. Если вы их варите только для вкуса, полезных свойств уже не останется, то надо их сначала выварить хорошо, дважды промыть, а потом уже жарить или что-то с ними делать. И это будет исключительно для вкуса, но никаких лечебных свойств уже не останется, как и не остаётся лечебных свойств практически у других грибов, которые фермеры выращивают, таких как шитаки, вешенки и прочее, потому что это уже штаммы фермерские, но не лечебные, которые действительно являются природными и содержатся совершенно в других количествах действующие лечебные вещества. Что ж, дорогие друзья, ну вот на этом и всё. Пишите свои комментарии и о каких грибах вы хотите услышать дальше. Смотрите мои новые видео. Желаю вам крепкого здоровья и до новых встреч. Всего хорошего.